Он его видит, но рядышком пока инвокер, причем не совсем рядышком. Вот, находит адмирала Бульдога, идет оглушение, на Артстайла прилетает Бэтрайдер, лососирует на адмирала Бульдога и вместе с инвокером Куриона уничтожают. Кстати, у Дэнди теперь тут тоже проблемки могут быть. И да, Дэнди Мона почти убивает! Лопа кричит на Дэнди, убивает его, ломается Супернова, ломается С4 и ломают физиономию также и Логи. Трипл килл байдить, ара, Игэма тоже можно забрать, еще и дабл килл делает генерал Тимбайп. Нави эту драку выигрывают, но Аталайнс был отчаянный решение, конечно, что байдить бой. А теперь самая страшная часть этого всего под базой, Ликантроп, Венгар, Сникрачами. Это просто Ахтунг, то есть, возможно, даже не только одной стороной сейчас все закончится для Альянс. Но байбек идет, видимо, придется. Видимо, без байбеков здесь никак. Да, конечно, топ-линию поломать не получится, ибо там Тир-2, но мид падает и падает с верхней скоростью. И внизу, внизу можно пойти также повоевать немножко со зданиями. Да, нами так и делают, нами уходят на нижний Тир-3 Тауэр. И появляется только-только сейчас Феникс. Через 16 секунд появится Королева Боли вместе со остальными своими товарищами. Но без двух сторон, видимо, придется играть, что ли. Лайонс, форум прожимает ДТРА. Забрать последний барак и отступить. Да, полноценных минус-две, которые не снесли. В ТП-шке будет атака. Пытается на Форстайфе уйти. Генерал Пульдог, СВО тоже здесь. Лассовый СВО пошло. Гварден Грифс юзается сейчас. Есть и Карл Сдайф, и СВО спрыгивает. На развороте пытается встать Соник Вейб. Не дает, потому что разбегаются на Альянс в разные стороны. БХ уже погиб. ДТРА тоже сматывается. Ну и второй волной атаки, видимо, будет у нас игра от Навик. Да, там генерал слишком далеко залетает. Немножко заигрался, скорее всего. Хотя могут его и простить здесь. Да, простили. Мини-пес Рубик Би. Интересно выглядит. Так, терением заходных игралов. Лайонс, лайнс, полын вообще и шли. После противника. Торнат ГМП. Встречает двух героев. Лучше они пытаются уйти, но свап на Адмирал Бульдога. Дает он ультимейт. Сам уходит. Торнат ответная. Соник Вейб туда же. Ставится Айс пас. Исфон уряет. Дальше за инвокером инвокера. Малый запас становится, но он вроде бы выживает. С лодой пытается драться. Дитяра и лода проигрывает. А Дитяра просто дерется. Он просто стоит и принимает одного за другим игроков. Альянс. Падает, правда, Бэтрайдер. Инвокер. Инвокер идет догонять. У инвокера должна быть инфа. Да, пошла собака догонять Адмирала Бульдога. Тот успел улететь. Но вот улетит ли ЕГМ. Нет. Торнадо по Фениксу. ЕГМ также пробивает. Минус Рубик. И Феникса до грызает Ликантроп. Бьон Готлайк. И даблкил сверху еще для Дитяра. Альянс в спину. Ну, Бульдог прямо на базе сейчас начинает умирать. Конечно, с Дэндимоном ему не тягаться. И это очередной фраг. При этом выкуп у Фурена все-таки есть. Стардар на развороте ныряет. Апплифай на Дэнди. Попытается отомстить до смерти своего оффлейнера. Сюда же еще одно ТП. На травлах прилетает уже Дитяра. Против него драться не так хочется. Как против Дэнди, которого было мало здоровья. Еще парочку ТП. На травлах прилетает также и Генерал. Ну и, конечно же, попытка снести последнюю, третью сторону Лайенс. И Лайенс будут сражаться против Нави с полным застамом. Байбэкается здесь Адмирал Бульдог. Тут же Лассо пошло в Лоду. Многостратальный Лодочек получает уйму дэмиджа. Нужно его спасти. Но как? Как спасти Лоду? Лода погибает. Есть Байбэк. Дальше Сваб. Очень быстро стирает здесь Рубика. Есть Супернова. Она стоит позади Адмирала Бульдога, Лоду приостановит в очередной раз. Описал сверху Лода. Форестав, что тычка последняя долетает. Отвенжи Булс вперед отправляется в таверну. Санстрайк на ход. Адмирал Бульдога получает башни. Может он никуда уйти. И его тоже сгребает. Минус четыре. Нужно писать ГГ. Вот оно, ГГ. Неплохо сыграно. Вот что могу только добавить. Красивое завершение серии. Очень-очень сильная получилась битва. Вот они, Na'Vi. Безусловно, очень довольны. Ведь на кону стояло, как мы уже говорили, очень и очень многое. Вылет из этого турнира. Но Na'Vi проходят дальше и попадают уже в топ-8. Героическая стойкость. Проигрывая в серии 0-1. Сделать камбэк во второй нереальной карте. И вот таким вот красивым моментом, красивым исполнением взять третью карту. Действительно, очень круто. И Lions тоже большие молодцы. Они продемонстрировали нам скилл и опыт. Да, очень хорошую игру. Ребята показали. Показали, как...